Чётко соблюдать правила дорожнего движения. Казалось бы, что может быть проще? Ну вот знак, уступи к дорогу. Но правила существуют для того, чтобы их нарушать. Похоже, так подумал водитель Шкоды и не пропустил на главной дороге военную машину скорой помощи. Авария произошла на Киевском Подоле. По улице Межигорской двигалась военная скорая, по улице Юрковской ехала Шкода. Водитель легковушки не притормозил на перекрёстке и автомобили столкнулись. От сильного удара карету скорой выбросило прямо в столб. Свидетели ДТП рассказывают, у машин, которые едут в Межигорской, приоритет в движении. Да, Шкода была виновата. Это всё, что мы знаем. Она повышала право на дорожный движение? Не уступила, да. Эту же версию события озвучивают и киевские патрульные. Говорят, почему водитель Шкоды проигнорировал правила, будут у него выяснять. Но не на месте аварии. Кто пострадал? Водитель со скорой и водитель из автомобиля Шкода. Автомобиль из Шкода. Обух водителей забрали в больницу. К счастью, никто из пассажиров не травмировался. На пересечении улиц Межигорской и Юрковской остались брошенные автомобили. Разбитые от удара с бетонной конструкцией скорой и помятая Шкода прямо посреди проезжей части. И такая картина для этого киевского перекрёстка не редкость. Буквально несколько дней назад наши репортеры снимали там почти идентичную по своим причинам аварию. Один водитель не уступил другому дорогу. Тогда в ТТП также попали Шкода и Хюндай. Водитель Хюндай рассказывает, что двигался на умеренной скорости по главной дороге и не ждал беды. Но с левой стороны в его автомобиль влетела Шкода. Её водитель свои действия объяснила простой невнимательностью. Я спросил, она сказала, что она не заметила. Но такие оправдания вряд ли смогут компенсировать убытки. В передней части Хюндай теперь сложно узнать автомобиль. Он после столкновения со Шкодой выскочил на тротуар и влетел в ограждение. Водитель радуется тому, что на пешеходной зоде не было людей. Однако без пострадавших в этой аварии всё же не обошлось. Водительница Шкоды не травмировалась, однако свою машину ей тоже придётся чинить. Участники мнения обоих ДТП сходятся во мнении, что не всё зависит от неблагоприятных погодных или дорожных обстоятельств. Порой водители сами себе создают неблагоприятные условия, засмотрелся, задумался, замечтался и не увидел. Но это слабые аргументы, когда на кону человеческие жизни. Быть внимательнее. Освещённый перекрёсток, знаки, не заметить машину с фарами вот такими, ну я не знаю.